Приветствую вас. Я думаю, что многие психологи работают по своим, ну, по своим методикам, по своим подходам, да, то есть каждый психолог, он принадлежит к своей школе, школе психологии я имею ввиду, и разная школа психологии, так сказать, продвигает разные подходы к терапии, и не все подходы к терапии являются недирективными, какие-то подходы к терапии являются директивными, вот, директивными. Я не предполагаю то, что человека заставляют. Существует и принудительная терапия, она, правда, работает немножечко в других условиях, не в тех условиях, когда человек приходит к психологу, вот, но, тем не менее. Я думаю, что здесь однозначно четкого ответа на этот вопрос быть, в принципе, не может, как я уже сказал, из-за большого количества школ психотерапевтических, которые пропагандируют разные идеи, разные взгляды, разные положения, вот, существуют даже такие школы, которые считают, что психолог может советовать, что он должен советовать, а существуют такие школы, где говорится, что психолог вообще не должен практически никак взаимодействовать с клиентом, ну, я имею ввиду, как личность, да? Вот, поэтому с разной точки зрения разных школ будет разный ответ на ваш вопрос. Понимаете, вот, важно понять главное, в тех условиях, в которых вы описали, что человек приходит к психологу, да? И откровенно заявляет, что ему не нужно этого, что ему не нужна терапия, что его заставили. В этих условиях, скорее всего, работа с клиентом будет связана не с избавлением его от зависимости, суицидной, пищевой, алкогольной, наркомании, наркомании или химической, да, химической зависимости. А работа с этим клиентом будет связана именно с тем, почему он поддается тому, что кто-то на него дарит. Из-за чего человек поддается тому, что кто-то на него оказывает влияние. То есть, ему говорят, надо, ему говорят, ты должен, ну, типа, ты должен лечиться, но человек ведь не говорит нет, да? Человек не говорит нет, я не буду, я бы такого не говорить. Человек соглашается, а значит, он, очевидно, испытывает чувство вины за то, что он так поступает. И вот именно с чувством вины, с чувством ответственности перед теми, кто его заставляет, и нужно здесь работать. Помочь человеку избавиться от этого чувства ответственности и чувства вины перед теми, кто его заставляет лечиться. Помочь ему освободить свой ресурс, чтобы он сам решил, чего он хочет, что ему нужно, что для него важнее. Не хочет лечиться? Хорошо, но пусть он не хочет лечиться, хотя бы будучи счастливым. А может быть он захочет что-то сделать, когда почувствует свободу, кто знает. Так или иначе, если клиент такого рода приходит к психологу, то у него нет проблемы избавиться от зависимости. Это не его вопрос. Его проблема, это проблема зависимости от близких. И с этой проблемой нужно работать. Вот и всё. Вот. Значит, поэтому я полагаю так. Я полагаю, что вот на ваш вот такой вопрос можно ответить подобным образом. С другой стороны, если перед нами имеет место быть человек директивной школы психологии, психотерапии, то здесь, конечно, будет иметь место давление, навязывание и так далее. Ну, другое дело, что кому-то это подойдёт, кому-то это не подойдёт. Ну, как правило, это не подходит. Почему? Потому что вот те цитаты, которые вы привели, они, я имею в виду, когда вы писали, типа, что мне не нужно вашего нормального, я не хочу лечиться, вот это всё, что они свидетельствуют о том, в первую очередь, что человек противопоставляет себя другим. То есть у него есть я и они. Я против они. Понимаете, чего бы человек не хотел сам по себе, он не сможет этого достичь, если будет противопоставлять себя всем. Поэтому первое, что может сделать, на мой взгляд, профессиональный психотерапевт, это стать союзником. Стать союзником клиента, стать на его сторону и помочь клиенту увидеть, что его действия, его поступки имеют обратную связь, что они не встречают сопротивления, потому что до сих пор, скорее всего, клиент встречал именно только сопротивление. Что из этого получится? Можно только гадать. Но давление на клиента, ну, как правило, просто приравнивает психолога к ещё одному, против кого он борется и всё. Что касается спасения, то спасение в психотерапии называется треугольником Карпмана, когда спасают кого-либо. Ну, то есть, это разновидность деструктивных отношений. Я, честно говоря, не считаю, что это сколько-нибудь адекватная позиция. То есть, находиться в треугольнике Карпмана и помочь кому-либо невозможно. Я думаю, что абсолютно каждый, зависимый от чего-либо человек, нуждается в первую очередь в союзе и в союзнике. И это куда более острая потребность, чем потребность в том, чтобы от этой самой зависимости избавиться. Вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Дальше. Вы пишите. Все говорят, человек способен измениться, только когда сам этого захочется. Это правда. Личное желание необходимо для результативной терапии. Это правда. Если у человека не имеют никакие улучшения, мы говорят, ты просто не хочешь, не хочешь меняться, не хочешь этого делать. И говорят, это в презрительно осуждающей и обвиняющей интонации. Нет. Я не думаю, что это профессиональный подход. Если у человека нет улучшений, то профессиональный психолог, как правило, обсуждает с клиентом методы работы. Они ищут вместе ошибки, которые, возможно, оба совершили. И, в общем-то, по итогу психолог либо предлагает что-то поменять в терапии, либо предлагает просто обратиться к другому специалисту. То есть, как бы это делает, это то, как поступает профессионалом. Никакой презрительно осуждающей и обвиняющей интонации нет и быть не может в принципе. Ну, это вот при диалоге клиент-психолог, я имею в виду. Дальше. Ты просто не хочешь. Просто. А если и правда не хочешь? Думаете, хотеть чего-то, чего-то на самом деле, чего-то, чего на самом деле не хочешь просто? Вы здесь, элудия, противоречите себе, потому что если человек не хочет чего-то на самом деле, то это означает, что он не хочет. И хотеть этого невозможно. Возможно ли это заставить себя через силу воли? Нет, невозможно. Невозможно заставить себя хотеть через силу воли. Из важных вариантов, которые вы привели. Значит, сразу выгоните и пожелаете счастливой смерти? Нет. Порадуйтесь, поджидите руки, так как безнадежный клиент, самый выгодный клиент для тебя носил деньги. Нет. Будете теперь терпеливо самоотверженно и исследовать не хочу. И откапывать, и пытаться откапать хочу, даже этих цикл там действительно нет. Нет. Эту делать тоже не буду. Не буду. Будете давить на сервис? Нет. 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 Это все деструктивная позиция на самом деле. Это такая штука. Вот вы пишите. Я не хочу выздоравливать. Почему пришел? Потому что надо. Старает близкое совесть, чувство долга. Ну и все. Вот именно с тем, чтобы помочь клиенту перестать жить под клиентом, надо. И можно будет поработать. А там дальше уже будет видно, чего захочет человек. Захочет он после этого поработать над своей зависимостью, чтобы она намешала его свободе, вкус, который, по идее, он почувствует. Не захочет. Это уже его личное право. Но, по крайней мере, он будет доверять своему психологу, если у него, у него самого возникнет какая-то проблема, он с этой проблемой искренне к психологу обратится. Вот и все. Вот так, я думаю, можно ответить вам на этот момент. Далее, если вы терапевт или близкий друг такого ненормального, как считаете, нужно его спасать или лечить принудительно? Лечить принудительно нужно только, если есть угроза его жизни и другим людям. Но, опять же, лечение принудительно, это не психотерапия, это чисто так выиграть время. Стоит ли его спасать? И его одного нет. Спасать не стоит. Значит, стоит ли работать с честной нехочухой? Стоит, только не в том, с чем он изначально пришел. Если вы сами, как видите вы в эту ситуацию? Ну, я психолог, если вы, так, и вы готовы подознать, какую терапию вы бы хотели для себя, ну, знали ли она вообще? Ну, это вопрос скорее не к клиенту, да, это вопрос к психологу. Именно психолог подбирает терапию. Ну, может подобрать терапию, скажем так. Вот, не клиент, а просто клиент, нет профессиональных знаний и навыков. Ну, все вам так. Все вам так. На этом все. Надеюсь, что это было полезно. Если... Желаю вам всего самого доброго и удачи.